Всем здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я рада вас приветствовать на канале о вязании. Сегодня я решила снять влог. Вообще хочу снять несколько коротких видео, которые потом соберу в одно целое и получится такой влог. Я еще никогда такого не снимала, но вот хочу попробовать. И сегодня я хочу показать вам то, на чем я работала всю прошлую неделю, на что я потратила все это время. И это будут мои вязальные неудачи. Я в прошлом видео рассказывала, что у меня остались остатки от лапопейса для сына, это дробь с непалу. И я хочу связать шапку для сына. В общем, я ее начала вязать, связала. Вот эта шапка, вот это чудище, которое я вывязала. В общем, есть у нас шапочка из дробь с непалу, с овечками, которую я в том году вязала. Я набирала 96 петель. В этот раз, я думаю, раз та маленькая уже, наберу я 100 на 33 и 25. В общем, связала резинку, потом убавила, нет, связала почти всю вот эту часть, тоже 100 петель на спицах 4,5. Примерила на сына. Это был какой-то лопух, поэтому я распустила, примерила, что, наверное, мне будет нормально убавить 4 петли. Я их убавила, опять связала. В общем, закрыла макушку такую, как бы пышную. Вот, вывязала подклад из дробь с эйр. Хотела померить на сына. Он мне говорит, мама, это мне шапка? Говорю, да, тебе. В общем, он так посмотрел на меня, говорит, нет, это шапка для бабая. И вот действительно, кому, кроме как бабаю, ее носить? Это какое-то чудовище получилось. В общем, она огромная. Я не знаю, почему так вышло, что у меня не так с расчетами. Вроде я все правильно рассчитывала, как мне казалось. Но она большая. Она налазит даже на мужа, вот как кустошка выглядит. Вот эти ушки тоже. Ну, ушки-то нормальные, но вот вообще не знаю, чем я думала, когда я вязала. И я вот эту пряжу хорошую, классная пряжа, я очень люблю. Тимпал, вот я его пустила на эту вещь, которую он носить не будет. И это, конечно же, будет все распускаться. Не все люди, я знаю, делятся своими вязальными неудачами, но я уверена, что у всех они случаются. Просто люди не любят это показывать. И я тоже в готовых работах, я бы это не показывала. Но так как я вот снимаю влог и отчитываюсь, на что я потратила время на прошлой неделе. Вот я показываю, на что. Это, конечно, не знаю, обнять и плакать. Какая-то она совсем растянутая. Правильно сушила, правильно стирала. Что с ней не так случилось, я не знаю. Какая-то она даже некрасивая, как мне кажется. Вот это сочетание в матках мне казалось довольно неплохим. Но вот на деле, хорошо, что я не додумалась еще помпон сделать. И порезать вот эту вот пряжу горчичную. На помпон. Потому что тогда было бы жалко. Но так я ее распущу и потом пущу на что-нибудь полезное. Не знаю, что-нибудь свяжу. Вот. И, ну как бы шапка не удалась. Но шапка-то ребенку нужна. И я нашла мастер-класс. Хороший канал, хорошая девушка. Там у нее очень подробный, интересный мастер-класс. На шапку-шлем. Потому что у нас проблема. Это открытая шея. Хотя шапки с ушками. Но все равно шея получается открыта. И вот она там вязала шапочку для мальчика. 2-3 года. Из пряжи Alize Lana Gold. Но я подумала. Наверное, я возьму эту же пряжу. Вот как в мастер-классе. У человека получилось. Значит, у меня получится. Заказала 2 матка Lana Gold. Вот такой цвет. Это 245-й бирюза. Нам как раз очень подходит под куртку зимнюю. И тем более, не хотела покупать дорогую пряжу. Хотя надо было, наверное, взять хотя бы Drop Slim. Я уверена, что результат был бы другой. Но я думаю, возьму все как в мастер-классе. Буду вязать. Вот четко, как там говорится. Но я эту Lana Gold не люблю. Я не могу сказать, что это плохая пряжа. То есть она имеет место быть. Люди из нее вяжут. И я когда-то вязала мужу свитер из нее. Но с тех пор, как я перешла на более натуральные составы и на более качественную пряжу, я, конечно, вижу эту разницу. Но тем более, мне не хотелось тратить деньги на шапку. Шапку, которую он поносит до конца этой зимы. Буквально месяц-полтора. Потому что на следующий год она будет уже мала. И надо будет вязать другую. Я не знаю, какая у нас будет куртка какого цвета. Поэтому я вот решила так сэкономить на своем ребенке. И получилось, что связала еще одно чудовище. Видо ужасного. Это какой-то шлем, не знаю, для космонавта. Разве что в космос мне летать. Она, ну, в самой работе, вот пока вязала резинку, этот узор, было нормально. Не смогу сказать, что я получала удовольствие от этой пряжи. И вязала на тонком номере, на тоненьких спицах, на тройке с половиной. Для этой пряжи, мне кажется, это маленький номер спиц. Но в мастер-классе там вообще была тройка. То есть у меня уставали руки, но я связала. Вот, три рапорта вверх, как там и говорилось. Почему-то там у девушки все нормально, на ребенках сидит хорошо. А у меня какая-то вот, я не знаю, колбаса получилась. Вот макушка хорошо так закрывается, такая пышненькая, аккуратненькая. Но вот она очень длинная, я на ребенка одеваю. И вот здесь вот эта вот часть еще торчит. Потом связала я вот эту вот манишку. Да, вот она вот такая. Здесь ушки вывязываются поворотными рядами, укороченными. Вот, потом вяжется манишка, а потом вот здесь вот еще набираются петли, вяжется резинка и кетлевка. Вот тут вот, конечно, мне совсем не понравилось. Потому что получается очень плотно, вот такой вот прямо жгут. Для ребенка вот никак. Я прикетлевала немножко криво. В общем, я уже понимала, когда эту кетлевку делала, что это можно будет выкрасить и выбросить. Но, тем не менее, доделала, примерила. И все равно у него вот здесь вот болтается. Здесь как бы не плотно. Может, если бы у меня ребенок был более мордастый, то как бы щечки свисали и нормально бы прикрывала. Но он у меня стандартный, можно даже сказать худенький. Поэтому вот это вот... Ну, либо у меня что-то с руками случилось. Не с того места в этой неделе они у меня. Растут. В общем, вот такой вот получился шлем. Шапка-шлем. Больше я пока Лану Голд трогать не буду. Но я, смотрите, я же еще балабон купила. Такой вот из кролика. Хотела вот так вот сделать. У меня еще осталось больше половины матка. Ну, не знаю, бабушке, наверное, свои отдам. Ну, а это, ну, запустим кого-нибудь в космос, наверное, в этой шапке. Вот такие вот бывают неудачи вязальные. Я этого не боюсь. Но, конечно, это немножко выводит меня из равновесия. И даже на какой-то момент отпадает желание вязать. Тем более я понимаю, что я бы могла это время потратить на другие какие-то более важные дела. Или повязать свой платок из кинмахера. Дропс китсилк. Который я показывала в том году. Он у меня сейчас на стадии завершения. Он там еще осталось. Довязать уже сейчас не буду это показывать. Вот. Вот так вот. Можно немножко всплакнуть, но я не буду. И, в общем, что я решила с этим сделать. Вот это я отбросила в дальний угол. И решила я переделать ему его шапочку, которая у него есть. Вот. Эту шапку я вязала в том году из пряжи Drops Air. Вот. Тут две нитки. Drops Air и Drops Flora. Вот. Они по цветам сочетаются. И то, и то петрольный цвет. Вот. Это классная шапочка. Она не очень теплая. То есть у нас была с овечками как совсем теплый вариант. И это как бы на более теплую погоду. В общем, я ее буду утеплять. Буду этот подклад отшивать и вывязывать из Drops Air на другого цвета теплый подклад. А здесь я связала ушки вот по вот этому мастер-классу. То есть поворотными рядами. Сейчас вы видите, как это выглядит. Потому что там на манежке не сильно понятно. Вот. Вот так вот эти ушки смотрятся. Вот. Шапочка. Вот так мы ее носим. Там, где шея, более укорочена. Здесь, где личико, такое длиненное. И здесь я закрыла, взяла. Drops Air плохо распускается. Я хотела распустить и создать еще вторую часть. Как бы там потом подшить. Вот с этой стороны. Чтобы она была... Девушки были двойные. Но, в общем, начала распускать этот закрытый край. И плохо смотрится. То есть, не плохо смотрится, а плохо распускается. Поэтому, чтобы не травмировать нитку и свои нервы уже окончательно, я просто вот здесь вот набираю по вот этой косичке еще. Так, сейчас покажу. Еще петли. Да, вот. Вывяжу такую же, такие же ушки. В обратную сторону. И сошью вот там, вот по изнаночной стороне. Будут они плотные, двойные. В общем, эту шапку мы доносим. Она хорошо у нас и с курткой сочетается. И вообще, ну, как бы мне она очень нравится. Но, согласитесь, можно, конечно, спорить о пряже. Для кого, что является хорошей пряжей. Я, как бы, не осуждаю людей, которые вяжут из акрила. Я понимаю всех свои возможности финансовые, свои вкусовые предпочтения. Я не говорю, что я не буду вязать из акрила. Что никогда не куплю эту Лана Голд. Возможно, когда-то ее куплю. И, ну, мало ли как в жизни повернется, да. Может, придется еще и с такой пряжей вязать. То есть, я не скажу, что она плохая. Но вот в сравнении с этой, даже визуально, согласитесь, это красивее. Вот. Я вот думаю, может мне потом сюда... Ой, может, тут цепляется за все. Может, потом вот так вот поменять балабон или оставить с тем, что есть. Ну, куда-то же надо этот компошек приделать. Есть у меня еще розовая пряжа. Думаю, может, на продажу связать шапочку для девочки. Посмотрим. Надо сначала разобраться с вот этим. Вот пока на сейчас все. Уже много я вам говорю. Хотела снять короткое видео, но рассказала много. Вот. До следующего включения буду еще снимать такие короткие видео. И объединять это все во влог. Посмотрим, какая будет реакция, как это видео примут. И насколько мне это вообще понравится снимать. Все. Всем пока-пока. Всем привет. Мы сейчас находимся на набережной. Вот. Такие вот у нас уточки тут живут. Они никуда не улетают. Тут проводят зиму. Не знаю, как им. Холодно, наверное. Но их кормят, и они тут живут. Там еще чайки. Вот. Там у нас Лавра, Ионинский монастырь. Вот. А мы тут вышли с сыном гулять. И я хочу выгулять свою дундагу. Сейчас покажу, как я это делаю. Вот. Вынесла я свою пряжу. И вот так вот ее проветриваю. Значит, я ложу ее на снег. Как раз когда мороз, хороший снежок такой. Вот пряжа такое дело любит. Конечно, после этого ее нужно в сухом помещении высушить. Нельзя сразу на балкон положить, потому что она может отсыреть. И будет, наверное, еще хуже. А вот так вот на снежку, чтобы она повалялась, вот так ее можно почистить. Сейчас это я свою пасму дундагу вынесла. И там еще лэмбзвул, остатки свои. А так уже в основном я все почистила. И вязаные вещи тоже вот в таком вот режиме тоже почистила. Поэтому берите себе на заметку, если у вас есть запасы шерсти, и у вас так же само снег, такая вот морозная погода, это хорошо сделать. Вот, потому что стирать даже вязаные изделия часто нельзя. Вот, а вот такая вот процедура очень хороша для этого всего. Вот, я уже начала ее перематывать, но решила все-таки, пока она вот еще в таком вот разложенном виде, ее проветрить. Вот так вот. До следующего включения. Всем привет! Сейчас хочу вам показать посылку, которую я вчера получила. Это такая вот пряжа от Фанти. Или Фонти, но, наверное, правильно говорить Фанти. Это французы. Вот, это Махер. Посмотрим сейчас этикеточку. 50 грамм, 145 метров. Спицы 3,5-4. Вот, и в составе, и тут состав Махер 75%, 20% шерсти и 5% полиамида. Вообще отличный состав. Это я взяла, чтобы связать своей подруге в подарок повязку. Она хочет такую пушистую, с перекрещиванием, да, вот на центральной части. Вот, я долго выбирала пряжу, думала. Она мне все говорила, давай что-нибудь подешевле. Но, я подумала, что если я возьму там пряжу типа Ализе Махер, да, или Махер Нью, что там у них сейчас есть, то потом этот Махер будет везде. У меня в квартире надо будет пылесосить долго, вытаскивать изо рта, из уноса, из ушей, и Таня тоже будет носить и мучиться, либо не будет носить. Поэтому я вот все-таки решила взять вот эту пряжу, заодно и попробую. Вот на такие маленькие проекты можно себе позволить взять дорогую пряжу, и результат быстрый получить, и вот заодно побаловать себя. Значит, вот такая ниточка. Она кажется тонкой, но на самом деле она не такая уже и тонкая, вот 145 метров. Если я сейчас вяжу из дропскептилк, так там 25 грамм и 200 метров, то есть на 50 грамм это 400 получается. Она в разы тоньше. Вот очень мягкая пряжа, прямо такая вот. Конечно, детям, наверное, из нее вязать не стоит, но вот взрослым, ну, в общем, посмотрим. Я свяжу, потом вам расскажу более подробно о своих впечатлениях. Цвет такой винный, очень красивый. На камеру он практически такой, как в жизни. Но вот в жизни немножко потеплее все-таки. Еще взяла мыло для шерсти с ланолином, хвоя. Это я все брала в магазине Гомонниц. У них сейчас появилось вот это вот мыло. Еще другая косметика ручной работы для стирки шерстяных изделий. Вот запах хвойный. Я обожаю хвойный аромат. Посмотрим состав. Омоленные масла кокоса, оливки, касторовая, вода, ланолин, эфирное масло сосны. Полностью натуральный состав. Я его еще не пробовала. Сейчас довяжу свой платок махеровый и постираю его этим мылом. Также взяла два бальзама для губ. Один апельсиновый, этот я себе оставлю. И один лимон лайм. Очень классный бальзам. Вот я попробовала вчера. Идеальный. И аромат такой приятный, ненавязчивый. Ребенку тоже мазала. То есть детям подходит. Вообще обалденно. Вот сейчас довяжу платок и примусь за вот эту вот повязочку. До следующего включения. Всем привет еще раз. Вот снимаю очередное видео. Мне пришла еще одна посылка с ингредиентами для твердого шампуня. Вот сейчас я буду это делать. Но прежде чем я расскажу, как я делаю свой твердый шампунь, я вам покажу, что я купила, купила Уптан для комбинированной кожи. Это магазин Зульфия. Они продают ингредиенты для косметики и ручной работы. И вот свою продукцию тоже. Значит, я уже один раз покупала этот Уптан. И мне он понравился. Пахнет апельсином. Вот поэтому взяла две вот такие упаковочки себе и подруге своей. Также я заказала вот такую мочалочку для лица. Она из натурального материала, из какого-то дерева делается она. Даже не могу вспомнить. Если вспомню, скажу. Тоже пробовала уже. Такая интересная вещь. А какая-то целлюлоза, в общем, натурального происхождения. Для лица вот как спонжик. Наносить пенку или мыло. Неплохая штучка. Так. И, значит, собственно, из чего я буду делать свой твердый шампунь. Это паф, кокосульфат натрия. Паф, который получают из масла кокоса. Вот. И кокаил, зианат натрия. Это второй паф. Поверхностно-активное вещество, которое мылится, да, и очищает кожу головы. Вот этот более мягкий паф, этот более агрессивный, но он имеет более такие свойства очистительные. То есть я смешиваю в равных пропорциях 50 на 50 и получаю идеально для себя вот шампунь. Также я буду использовать в качестве активных компонентов кератин, масло растворимое. Это важно, потому что здесь присутствуют масла в этом шампуне. И депантенол. Вот. И это в качестве активных компонентов. И также вот из масел буду брать масло семян брокколи. Для шампуня, вообще для волос это идеальный вариант, потому что это масло является природным силиконом. Вот. И оно хорошо обволакивает волос. Получается такой эффект хорошего дорогого шампуня. Вот. В принципе, это все, что я хочу по компонентам вам показать. И сейчас, в общем, покажу уже на стадии сотворения самого шампуня, как это происходит. Хотя я не буду показывать все. У меня сел телефон, и поэтому это видео прервалось немножко. Но, в принципе, я там сказала все, что хотела. И вот уже мои готовые шампуни. Я их выкладывала в формы для мыла. У меня специальные формочки есть, но подойдет любая. Там от йогурта, детского творожка. Все подходит. Даже можно и руками вылепить. Такие цернички. Вот. Сейчас они должны отлежаться примерно сутки, а лучше двое. И можно будет пользоваться. Пользуюсь я просто намыливаю влажные волосы. Оно очень хорошо пенится. Прямо такая пышная, густая пена. Очень нежная, приятная. Вот. И волосы после этого ухоженные, здоровые. Я не использую даже никаких кондиционеров. Но у меня, в принципе, волосы натуральные. Не крашеные. Вернее, крашеные хной. Поэтому мне бальзамы особо и не нужны. Но этот шампунь очень мягкий. И за счет этого масла брокколи получается, как будто бы обволакивается. Каждый волос обволакивается вот этим вот веществом. Как будто бы силиконом. Но это, естественно, полностью натуральный состав. В общем, я этими шампунями довольна. Делаю я их себе уже очень-очень давно. Наверное, года два. Так точно. Пользуюсь только этими шампунями. Иногда покупаю что-нибудь аптечное. Для мужа пользуюсь сама. Но в основном для меня лучше вот этого шампуня нет ничего. Вот так. Поэтому берите себе на заметку. У меня в инстаграме есть пост о пользе данного продукта. Проходите, если вам интересно, посмотрите. Там я также оставляю рецепт. Это одного самого простого шампуня. Вот так. До следующего включения. Так. Вот еще одно включение. И сейчас я хочу показать, как сделать вот такие вот розочки. Да, засушенные розочки. Не знаю, будет ли это кому-то интересно. Но, в принципе, если вы занимаетесь рукоделием и ведете свою страницу в инстаграм, это хороший фотореквизит. Такие вот засушенные розочки. Иногда в кадре смотрятся не хуже, чем живые цветы. Свежие. Итак, как сделать вот так, чтобы этот бутончик сохранил вот свою форму? Если просто взять розу и оставить ее сушиться, да, то она распадется. Вот бутон розой. И если его вот так вот оставить в каком-то месте, да, сухом, вот эти вот лепесточки, они все поотпадают, и она развалится в конечном итоге. Как сделать так, чтобы форма самого бутона осталась вот такой? Это делается очень просто. Берется вот роза. Они у меня, эти розы были свежие, простояли примерно неделю. И сейчас, вот я сегодня заметила, что они начинают уже немножечко терять свой вид. И что я делаю? Я их срезаю, да, вот такие вот головки оставляю с такими хвостиками. И просто беру ленточку и обматываю вокруг самой розы. Можно ленточку, можно любую тряпочку взять. Я взяла ленточку, чтобы это было более эстетично в кадре, чтобы вам показать. Вообще можно даже салфеткой обмотать и завязать ниточкой или резиночкой. Вот, все, что у вас найдется дома, вот так вот просто обмотать, чтобы эти лепесточки были как бы прижаты друг к другу и оставить засыхать. Потом вот эти вот розочки у меня еще не до конца высохли, но они уже свою форму сохранят. Поэтому я убрала тряпочки, которыми они были обмотаны, и они вот так вот у меня будут засыхать в таком виде. Вот такой лайфхак, если он будет вам полезен, не знаю. Но решила поделиться своим опытом, как я это делаю. Все, пока! Привет еще раз! Вот снимаю я очередное видео этого влога. Думаю, что оно будет последнее. И так как я начала это видео вязанием, то, наверное, вязанием стоит данный влог и закончить, и показать вам, на каком этапе продвинулось дело за эту неделю. Значит, довязала я свой платок махеровый из Dropskid Silk. Я просто мега довольна. Он получился супер классный, мягкий. Ну, не знаю, вот просто произошел все мои ожидания, но он еще не закончен, потому что я буду его обвязывать. Сначала я его постираю, заблокирую, а потом буду делать обвязку крючком ажурную. Еще не придумала, как именно, но найду какую-нибудь схему в интернете. Вот. И скажите мне, пожалуйста, вернее, напишите в комментариях, стоит ли снимать по нему мастер-класс. Потому что модель-то, в принципе, совершенно простая. Вот треугольный платок от края до края вяжется. Не знаю, что есть нюанс в этом, в крае. Вот я тут провязывала в особенном ритме, вернее, не ритме, а особенным способом кромочные. И делала прибавки тоже не совсем стандартным способом. Скажите, если вам это интересно, я постараюсь снять какой-нибудь экспресс мастер-класс и показать на небольшой модели, как вяжется этот платок. Вот. А также я покажу вам сейчас еще... Закончила я... Вернее, не закончила, а переделала вот эту шапочку, которую показывала в начале видео, для ребенка. Связала ушки. Получается, шея так более-менее закрыта. Не идеально, но лучше, чем было. И связала подклад тоже из этого же Drops Air. Как по мне, то совсем мягко, очень приятно, но ребенок что-то жалуется, что ему лоб чешет. Но я думаю, привыкнет. Ничего страшного. Я честно не знаю, что тут может колоться, но дети, они такой народ интересный, особо чувствительный. В общем, это все. Я рада, что вы досмотрели это видео до конца, если досмотрели. Если вам понравилось, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и напишите, как вам вообще такой формат видео на моем канале. Стоит ли снимать такое еще. Все, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.